МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии объектив новостей Владимир Мазур. Время подвести информационные итоги дня. В начале выпуска коротко о главном. Почти 5 тысяч раскрытых преступлений с начала года. Это тот процент злочин, который больше выражает наше суспинство. В полицию стало поступать больше сообщений о правонарушениях. В этом году впервые пройти ВНО смогут люди с нарушениями зрения. Мы готовы это провести. Для них задания будут напечатаны шрифтом Брайля. Изюминка украинского стиля. Можно прийти сюда и надихнуться темой украинского. В Харькове открылась выставка вышиванок. В 2018 году на Харьковщине раскрыто почти 5 тысяч преступлений. С начала года подразделения полиции отреагировали на 156 тысяч сообщений о правонарушениях, что на 18% больше, чем в прошлом году. Больше расскажет Юлия Белая. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также внесение всех сообщений о правонарушениях в единый реестр досудебных расследований было приоритетным в работе национальной полиции Харьковщины с начала года. За 4 месяца полицейские раскрыли больше всего краж. Почти 3 тысячи и 270 дела мошенничества. Это тот процент преступлений, который больше выражает наше общество. И, враховывая то, что нам, главным управлением, ставится задача, в первую очередь, раскрытия и расслабления криминальных правопорушений, а не в количестве выявленных, зареестрованных преступлений, то нам изнимировано абсолютно укритие любых преступлений. Стражи порядка проделали работу в борьбе с преступлениями в сфере наркотиков. Полицейские обнаружили 162 факта сбыта наркотических веществ и прекурсоров, а изъятое из незаконного оборота более 20 килограммов психотропных веществ. Дети помогают. Такий волонтерский рух у нас выник. Дети замалювают, закрашивают стены с номерами телефонов, где можно придбать наркотические засобы. Мы безумовно будем отмечать таких людей, которые помогают полиции, активно с нами сповпрацуют. Дело о пожаре в Балаклее передано в военную прокуратуру Украины. Сейчас продолжаются следственные действия. Причиной пожара по-прежнему считают халатность военнослужащих, сообщил начальник управления нацполиции Олег Бех. Вместе с тем, полицейские обеспечили безопасность при проведении почти трех тысяч массовых мероприятий на Харьковщине, на которых присутствовали более одного миллиона человек. Юлия Белая, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив». Президент Украины Петр Порошенко с представителями церкви в Выжгороде помолился за единую церковь и мир в Украине. Глава государства прочитал молитву перед иконой Пресвятой Богородицы. В своем обращении Порошенко отметил, что Украина выборала право не только на единую православную церковь, но и на возобновление справедливости и мира. Президент заявил, что сейчас Украина близка к получению Томаса на автокефалию православной церкви. Напомню, официальное обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею поддержали церковные иерархи, парламентарии и бывшие президенты Украины. Так же, как я обратился в парламенте, чтобы Господь подарил нам единую православную, главную, украинскую церковь. Так же, как и просил я, чтобы мы все вместе боремся и молимся за это. Чтобы Господь послал Украине единую церковь и чтобы Господь послал нам мир. И сегодня мы стали, подчас нашей спільной молитвы, на крок ближче до этого. Я дякую, что всем разом взяли в этом участие. В Украине стартовала большая президентская программа по реформированию сельской медицины. В стране открылось первое энергосберегающее медучреждение. В ближайшем будущем украинцам будет обеспечен доступ к качественным медицинским услугам через телемедицину. Сняла кардиограмму и, пожалуйста, сказала, какие выяснилки. Все. Президентская программа развития сельской медицины стартовала с села Боденьки Вышгородского района Киевской области. Здесь открылось первое в Украине медучреждение в энергосберегающем здании, которое потребляет на 15% меньше энергии, чем обычное. Фельдшерский акушерский пункт спроектировали французские архитекторы. Все услуги для жителей здесь будут бесплатными. В день планируют принимать минимум по 10-20 человек. В здании есть помещение для проживания фельдшера автомобиль. При необходимости по направлению врача будут предоставляться лекарства, делать процедуры или же пациента могут отправить в районную или областную больницу. Там очень все по-сучасному, очень евро и аппаратура, так все красиво сделано, так все, для того там так приятно, я же кардіограму сделала и все. И с Петром Алексеевичем так близко стояла, общалась, я и не думала, никогда не мечтала, что так будет. В этом ФАПе начнут практиковать предложенную президентом модель предоставления медпомощи, телемедицину или же дистанционную диагностику заболеваний. Помогут реализовывать проект в сельской местности международные партнеры. По словам Петра Порошенко, компьютерные программы, которые будут обеспечивать телемедицину, поступят из Канады. Опытом поделится Германия. Хорватия прислала специалистов, которые помогут внедрять систему. Дополнительно к бюджетным средствам, деньгам местного самоуправления, в финансировании этого проекта поможет Всемирный банк. Когда мы будем объединять в сельской лаборатории качественного медицинского работника, где в сельской лаборатории и амбулатории будут находиться необходимые приборы для первого швидкого анализу и диагностики, а информация из этих приборов будет подходить к медицинскому хабу или в район, где лікарь уже прочитает кардиограмму, проанализирует необходимые объективные данные, увидит симптомы, если нужно, перезвонить до областного центра или до Киева. По данным главы государства, треть украинцев проживает на селе. Это почти 14 миллионов человек. Президент заявил, что даст поручение соответствующим органам, чтобы в каждом населенном пункте появился высококачественный интернет. Это позволит обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину. Анна Симоненко, Медиагруппа «Объектив». В Харькове вручили награды победителям первого регионального турнира по финансовой грамотности. Конкурс на Кубок председателя облгосадминистрации проходил осенью прошлого года. В нем участвовали почти 300 студентов и школьников. Глава области Юлия Светличная встретилась с финалистами турнира во время визита в Харьковский университет банковского дела. Она сообщила, что региональный турнир станет ежегодным. Победителем первых соревнований стали команды экономического университета имени Семена Кузнеца и Харьковской гимназии имени Ломоносова. Также Юлия Светличная поздравила с профессиональным праздником и вручила награды лучшим работникам банковской сферы. Каждый день мы стыкаемся с вами с обслуживанием в банках, с обслуживанием в точках продажи, с грошами, с техническими засобами. И поэтому мы разом можем и должны делать то, что мы делаем, научить наших граждан, граждан Харьковщины, наших близких финансовой грамотности. Мы наразі запроваджуемо и с высшими навчальными закладами, а также с Банковским союзом, несколько проектов, которые увеличивают экономическую и финансовую грамотность харьковского населення, безкоштовные курсы, которые надают возможность узнайомиться с этим спектром надания банковских послуг. Также запроваджуемо новые механизмы кредитования, и банковский сектор долучается до развития социальных проектов. Среди новинок внешнего независимого оценивания этого года – отмена теста по русскому языку, два уровня сложности теста по иностранному и адаптация заданий для детей с ограниченными возможностями. К проведению оценивания в области будут привлечены 4600 педагогов. Более 21 тысячи абитуриентов зарегистрировалось для прохождения внешнего независимого оценивания в Харьковской области. Это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Такое количество связано с тем, что в этом году выпускники ПТУ и колледжей ВНО проходят впервые. В 2018-м для оценивания знаний иностранных языков впервые будут тесты двух уровней сложности. Продвинутый тест будет включать часть понимания речи на слух, прослушивание звуковых фрагментов и выполнение заданий к ним. Для этих целей выделено более 1 миллиона госсубвенций. На эти деньги все пункты тестирования с иноземной мовой в Харькове будут обеспечены прогрессорами. Тут нужно понимать, что главное это качество звука, качество создания английского языка, чтобы все наши ученики действительно были в их условиях. В этом году впервые пройти ВНО смогут люди с нарушением зрения. Для них задания будут напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это именно Харьковские методисты, Харьковские педагоги разработали этот тест. На базе нашего областной школы-интерната для детей с вадом узора имени Короленко разработали. Было введение, поэтому мы также готовы это провести. Основная сессия состоится с 22 мая по 14 июня. Дополнительно со 2 по 11 июля. Подача заявок на поступление в ВУЗ будет только в электронной форме. Абитуриенты смогут подать не более 7 заявлений на 4 специальности. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». В Харькове проходит Международный туристический форум. Больше об этом во второй части выпуска. Я передаю слово Виктории Ивашкевич. Здравствуйте, вы смотрите блок новостей экономики. Евросоюз выделит Украине миллиард долларов, а пальмовое масло могут запретить. И подробнее об этом. Европейский союз предоставит Украине 1 миллиард евро макрофинансовой помощи. По информации Европарламента, комитет по иностранным делам, парламент ЕС проголосовал за предоставление Украине среднесрочных и долгосрочных кредитов. Сумму порядка миллиарда долларов планируют выплачивать в двух траншах. Первый – во второй половине этого года и следующий – в начале 2019-го. Европарламент при выделении денег указал поправку. Состав Центральной избирательной комиссии Украины должен представлять все политические силы страны. Кабинет министра выделил средства для военнослужащих. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, 300 миллионов гривен направят на приобретение жилья для семей погибших и раненых на Донбассе украинских бойцов. Сумма рассчитана на покупку 327 квартир. При этом механизмы распределения жилплощади хотят изменить. Как уточнил Гройсман, не чиновники, а люди сами должны выбирать себе квартиры. По данным Минсоцполитики, раньше деньги выделялись облгосадминистрациям пропорционально количеству проживающих в регионе участников АТО. В Украине могут запретить использование пальмового масла. Парламент одобрил в первом чтении законопроект, который устанавливает штрафы за применение масла в производстве пищевых продуктов. Финансовые санкции составят от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если нарушение произошло повторно, то штраф вырастет вдвое. В законопроекте отмечается, что пальмовое масло является вредным продуктом, однако его применяют для удешевления молочных и кондитерских изделий. За минувший год Украина импортировала 146 тысяч тонн пальмового масла из Малайзии и Индонезии. Продолжаем блок новостей экономики. На очереди постоянная рубрика «Объективные цены» во обзоре стоимости крыс, кабачков. При покупке вы можете сэкономить больше 5 грн. И в завершении курс валют от НБУ. Доллар 26 грн. 21 копейка, евро 31.15 и швейцарский франк 26.15. И на этом у меня все. Продолжит выпуск Владимир Мазур. Я вам желаю удачи в делах и до встречи. Вы смотрите «Объектив новости». Продолжаем выпуск. В Харькове проходит 10-й международный туристический форум. Среди приглашенных на съезд чиновники из Украины и из-за рубежа, представители туристического бизнеса и эксперты отрасли. На мероприятии обсудили привлекательность для туризма, культурного наследия Украины. Нихаль Геоков приехала в Харьков на международный туристический форум из турецкого города Газиантеп. На съезде Нихаль представляет свою страну и проводит мастер-класс по традиционной мозаике. Это мраморные камни. Из них можно делать различные композиции. Это картины и даже статуи. Нет какой-то конкретной темы. Я впервые в Харькове. Еще, к сожалению, город не видела. Но по дороге из аэропорта в гостиницу заметила, что Харьков очень зеленый и ухоженный. В церемонии открытия международного туристического форума Харьков партнерства в туризме приняли участие представители более 10 городов Украины, а также 14 делегаций из 10 стран. В этом году в форуме впервые принимают участие представители Испании, которые приехали из города Бильбао. Также Харьков продолжает развивать экономические отношения с Китаем. В турфоруме принимают участие представители двух китайских городов – Тиньян и Тяньдзинь. Также опытом в сфере туризма поделятся представители Израиля, Польши, Турции, Грузии, Германии, Болгарии, Чехии и Словакии. Я очень рада, что словацкая делегация приехала в Харьков, потому что отношения между Словакией и Украиной определяют не длину границы, которая 98 километров, но интенсивность наших отношений проявляется так на правительственном, так и на предпринимательском уровне. Программа у нас насыщенная, и мы что увидели? Во-первых, увидели, конечно, гостеприимство, увидели тепло, увидели дружеские отношения к нашим людям, к нашим народам. Во время форума прошла международная конференция сохранения культурного наследия в рамках развития туризма «Зарубежный украинский опыт». Кроме того, участники встречи обсудили креативные проекты в туризме. Мы рады тому, что город Харьков настолько популярен, мы рады действительно свой город рекламировать для того, чтобы туристы приезжали в город Харьков, а харьковчанам есть чем гордиться. В Харькове действительно очень много сегодня сделается и сделано, и действительно все отмечают, что Харьков сегодня становится постепенно туристическим городом, и для нас это очень важно. Кроме панельных дискуссий, экспертных круглых столов, на форме некоторые делегации представили традиционные деликатесы из сладости в качестве гастрономической визитки. Юлия Бойко, Алексей Калмык, Медиа, группа «Объектив». Сегодня впервые во всем мире отмечают Международный день света. Суть этого праздника – признание центральной роли света в жизни людей. По случаю праздника в Харьковском университете городского хозяйства показали современные декоративные светодиодные светильники и системы интеллектуального освещения. В лаборатории светового дизайна Харьковского университета городского хозяйства и научно-исследовательском центре светотехнических измерений презентовали современные декоративные светодиодные светильники – разработки выпускников образовательной программы светотехника и источники света. Фотометрическая сфера или шар предназначена для измерения всех параметров типов ламп, которые к нам доставляются на территорию Украины. Буквально за несколько минут этот шар определяет соответствие реальных параметров и указанных на упаковке информации производителям. Также в лаборатории демонстрируют работы студентов ВУЗа. Здесь изучают, как правильно размещать лампы для получения необходимого эффекта освещения. Управлять с экрана. Сенсорная экрана управляется при необходимости, достигаются определенные комбинации. Год назад 39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО провозгласила 16 мая Международным днем света. В этот день в 1960 году американский физик Теодор Майман продемонстрировал работу первого лазера. Световые технологии все чаще решают глобальные проблемы в области энергетики, образования, сельского хозяйства и здравоохранения. Мы на сегодняшний день привлекли сотрудников университета в рабочую группу для того, чтобы сформировать эффективный проект губернатора Юрия Александровна Светличной «Энергия света». Проект «Энергия света» стартовал с Коломокщины. Там установили три десятка светодиодных фонарей. Поселок Коломок на сегодня освещен на 100%. В селе Шелестово уличное освещение появилось на улицах и возле школы. Теперь работы ведутся в Дергачевском районе. Планируется в Кочубеевке, селах Малые и Большие проходы. И в самих Дергачах. До конца года станет светлее почти в 140 населенных пунктах. Решить все проблемы с освещением в области планируют до 2021 года. Ольга Куриленко, Александр Логутин, Медиагруппа «Объектив». Изысканно и просто в Центре культуры и искусств проходит выставка «Изюминка украинского стиля». В экспозиции элементы традиционного костюма. Комплекты одежды представляют традиции всех регионов Украины. Павел Велицкий расскажет подробности. Накануне Международного дня вышиванки в областном Центре культуры и искусств открылась выставка «Изюминка украинского стиля». В экспозиции представлены элементы народного костюма из коллекции археолога Ирины Голубевой, народного мастера Ирины Шегда и психолога Ирины Маркевич. Выставка называется «Изюминка украинского стиля», что можно прийти сюда и надихнуться темой украинского, не обязательно носить такой традиционный одежда. Этот одежда нужно просто сохранить, сохранить и в какие-то части его нужно достать, посмотреть, может вдохнуть. Кто-то чувствует от этого какие-то особенные впечатления. Сперва вышивки были одного цвета с сорочкой, рассказывает психолог Ирина Маркевич. Потом их начали раскрашивать природными красителями из ольхи, ореха, дуба. Орнаментом служили кресты, линии, зигзаги. А уже эти квиты, переважно троянды, которые мы zwyкли видеть, они появились в 19-м веке, как не дивно, под впливом французской культуры. До нас пришла фирма «Брокар» с своим милом, которое было запаковано в гарни дужи, такие упаковочки с трояндами. И вот эти троянды полонили души украинок, и они начали их зображать на своих сорочках. Еще в начале 20-го века большинство женщин в качестве нижнего белья носили только длинные сорочки, рассказывает археолог Ирина Голубева. Поэтому выйти из дома в одной рубашке было немыслимо. Девушки и женщины поверх всегда надевали юбки и безрукавки. Всегда эта середина частина была закрытой, и поэтому орнамент был только на рукавах и подоле. И очень редко могли вышить еще центральную часть, а вот как на мне, потому что в летнюю пору года предпустимо было, например, не вдягнуть керсетку. Но спидница и плахта были обязательным элементом. Во время выставки мастер-класс по завязыванию традиционного платка. Чтобы головной убор имел красивую форму, его повязывали на чепец или шапочку. Также нередко платок завязывали просто на волосы. Кустина набывала такого святкового вида и нагадывала корону. Еще один мастер-класс по основам выкройки проводит народный мастер Ирина Шегда. Говорит, создавая вышиванку своими руками, рукодельница передавала ей частицу своей души. А тот или иной узор наделяет рубашку мощной оберегающей силой. Эти сорочки, если неправильно рассчитаешь уставку и сборку по шее и груди, по шее в районе плеча и груди, она может давить. В коллекции Ирины Шегда вышиванки из Сум, Полесье, Черкас, Мир, города Чернигово и Полтавы. Они отличаются кроем и узорами, выполнены в различных техниках. Я же почему начала собирать сорочки? Потому что мне нужна была сорочка. А потом оказалось, что все-то были гораздо худее, чем даже я. И поэтому, пока я нашла на себя сорочку, у меня уже была коллекция. Выставка в областном центре культуры и искусств продлится до 30 июня. Вход свободный. Павел Велицкий, Медиагруппа «Объектив». И на этом наш выпуск подошел к концу. Как всегда, самая полная информационная картина дня ждет вас на сайте Медиагруппы «Объектив». А я с вами не прощаюсь. Увидимся через несколько минут в эфире программы «Насправде». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин